МИХАИЛ ЯБЛОКОВ С разными священниками общался. Мне очень понравилось, как отец Николай служит, проповеди говорит. И вообще, как человек такой, видно, что старается не только книжки читать, но их на практике применять. И Акима-Ановский храм в микрорайоне Супонева выглядит непривычно. Дело в том, что он находится в офисном здании. В начале было прихожан немного, потому что, конечно, не очень привычно, что богослужение совершается не в отдельно стоящем храме, а в офисном помещении на первом этаже. Но потихонечку нас стали узнавать. А в основном люди приходят из микрорайона Супонева, из близлежащих домов. Приезжают даже из Москвы. В выходные на службе бывает и сто прихожан. Столько верующих помещения вмещают с трудом. Николай Куренков считает, что необходим земельный участок для строительства церкви. Формат выездной администрации позволяет рассказать о своей проблеме напрямую. Такой возможностью и воспользовался настоятель храма. Мы обратились с просьбой выделить земельный участок и представитель администрации Александр Александрович Тесли обещал оказать нам в этом содействие. Проект будущего храма уже готов. В ближайшее время начнется поиск свободного участка. На встрече также обсудили вопросы благоустройства и дорог. Например, несколько жителей обратились к депутатам и общественникам с просьбой организовать пеший маршрут к Звенигородскому дому отдыха. Мы договорились с представителем данного пансионата на дальнейшую встречу непосредственно уже возле ЦКАДа для того, чтобы получить графическое изображение их предложения по организации этих троп. 16 сентября Звенигород отмечает День города. К празднованию готовятся заранее. Спортсмены и общественники выступили с предложением во время гуляний провести силовой экстрим. Совместно с комитетом по спорту проработали вопрос. Сейчас обрабатываем порядок действий. И, конечно же, проведем это мероприятие силовой экстрим. Люди сегодня получили конкретный порядок действий. Все вопросы жителей, озвученные в формате выездной администрации, будут взяты на контроль. Карина Еряшева, Денис Харламов, телекомпания «Одинсова».